Вопросы и ответы В Америке очень высокий процент разводов, и причина этого бедствия в том, что супруги с самого начала строят свои отношения неправильно. Из-за неверного начала совместная жизнь складывается не так, как следовало бы. А когда в семье нет счастья, то даже христиане пытаются обойти Писание, чтобы найти выход из своего несчастья и создать новую семью. Однако это не решение проблемы. Это грех. Чтобы создать крепкую христианскую семью, нужно в свое время заложить правильное основание. Счастливым супругам не нужен закон, запрещающий развод. Они никогда о нем не думают. Да даст вам Бог мудрости заложить верное основание своей будущей семьи. Вопросы девушек Вопрос. Как должна вести себя девушка, заметив, что на нее пристально смотрит юноша? Ответ. Дорогие девушки, Бог вложил в вас естественное чувство стыда. Оно заставляет вас краснеть и не позволяет безотрывно смотреть на юношу. Чувство стыдливости Бог вложил в каждую женщину, и его имеют все – и замужние, и одинокие. Женщина не должна чувствовать себя смелой, разговаривая с мужчиной. Девушке присуще опускать глаза, когда она обращается с юношей. Я допускаю, что такое поведение может показаться вам комичным, однако оно вполне естественно для всех, кто не потерял чувство стыда. Если на тебя непрерывно смотрит брат, желая возбудить твои чувства, ты прежде всего должна понять, что он ни во что ставит наставление авторитетов. Тебе надо быть честной и отвернуться. Если он не отступит от своей затеи, поговори со своим отцом и попроси у него защиты. Девушки, поверьте мне, если вы обратитесь за помощью к отцу, не будет всех этих бессмысленных игр. Юноша не захочет иметь дело с вашим отцом. Последуйте моему совету, и все быстро встанет на свои места. Вы будете чувствовать себя свободно. Вопрос. Девушка неравнодушна к юноше, но считает это неправильным и борется со своими чувствами, однако ей часто приходится иметь с ним дело. Что ей делать в такой ситуации? Ответ. Советую не проводить много времени с этим человеком. Это первое. Второе. Надо искренне помолиться Богу о победе над своими чувствами. Надо также рассказать обо всем родителям и попросить молитвенной поддержки. Это очень неприятное положение, и из него необходимо выйти как можно скорее. Вопрос. Что делать с чувствами, которые поднимаются во мне, когда я ловлю на себе взгляд брата? Ответ. Христианка должна сдерживать свои чувства и хранить их нетронутыми для одного единственного, кто по воле Господа станет ее мужем. Чтобы сердце не вздрагивало от мужского взгляда, необходимо подавить в себе эти чувства и считать себя мертвой для них. Вопрос. Как быть юноше, если у девушки, которой он хочет сделать предложение, нет отца? Ответ. В церкви это не проблема. Если у кого-то нет отца, то следующим авторитетом является пресвитер. Он однозначно может отвечать и за молодых членов церкви, и за пожилых. Вы вправе обратиться к нему со всеми вопросами, и он непременно окажет помощь. Вопрос. Давид Мас сказал, что еще до того, как начал молиться о невесте, симпатизировал Мелинде, только не был уверен, что Бог предусмотрел для него именно ее. Это нормально? Ответ. Да, для юноши это нормально до тех пор, пока он может прятать свои чувства в нижнем ящике письменного стола. Объясню, что я имею в виду. Уезжая, например, в Африку, я, образно говоря, кладу свои чувства к жене в нижний ящик. Не сделав этого, я все время буду чувствовать себя одиноким, буду скучать по ней, постоянно желать встречи с ней и так далее. Юноша должен спрятать свои чувства к девушке подальше, в нижний ящик и оставить их там до времени. Правда, иногда они могут напоминать о себе, но с Божьей помощью их надо возвращать на место. Так и я делаю в своей жизни. Иначе я не мог бы полноценно совершать служение в другой стране. Лишь когда остается день-два до возвращения домой, я достаю свои чувства из нижнего ящика. Кто был со мной в Африке, тот знает, о чем я говорю. Я даю волю своим эмоциям, радуясь, что еду домой и скоро увижу любимую. Точно так должны поступать и вы. Точно так. Девушки, если в вашем сердце появилось определенное предчувствие, никому не говорите об этом. Даже своей лучшей подруге, которая обещает, что никому не расскажет. Расскажет. Вы никому не должны говорить о таких вещах, потому что тем самым достанете сокровенное из нижнего ящика. Многие сестры получили глубокие душевные раны из-за того, что рассказывали о своих предчувствиях самым лучшим подругам. Прежде чем они успели опомниться, об их секрете уже знала вся молодежь. Конечно, подобным случаем не место в среде христиан, но они есть. Поэтому самое лучшее, что вы можете сделать, это спрятать свою тайну в дальний уголок сердца и довериться Господу. Продолжайте служить ему от всего сердца, и он в свое время сделает все как нельзя лучше. Хочу сказать, что у Мелинды тоже было определенное предчувствие. Она работала в то время учительницей, и к ней два или три раза подходили сестры из молодежи, хвалили Давида и говорили, что именно он будет ее мужем. Мелинда должна была все это терпеть и мужественно сносить, не поддерживая бесчестных разговоров. Единственным утешением для нее была Божья воля. Господь все сделает так, как нужно. Когда подошло время и чувства Давида проснулись, Бог направил его к Мелинде. Такие ситуации являются хорошей проверкой. Доверяете ли вы Богу и все ли отдали в его руки? Подумайте о том, что делали сестры из молодежи. Они ранили Мелинду, она горько плакала по ночам. Если вам обязательно нужно поделиться с кем-то своими предчувствиями, то скажите родителям ни к кому другому. Хорошо сказала на эту тему одна сестра. Чувства не исчезают, когда о них говоришь. Это правда. Думая, что делаете хорошее дело, вы раздуваете огонь, когда рассказываете кому-то о своих предчувствиях. Вы же знаете, как раздувается огонь. Для этого нужно дуть на угли. Это и делают сестры, до полуночи общаясь друг с другом на излюбленную тему. При этом они иногда успокаивают себя мыслью, что пытаются потушить разгоревшийся у них внутри огонь. Но нет, таким образом огонь не потушишь. Лишь рассказав родителям о своих ощущениях, вы не разожжете огонь. Отец сосредоточенно сдвинет брови и скажет, все понятно, будем молиться об этом. Вопрос. Что делать, если я уже дала волю своим чувствам? Ответ. Думаю, что некоторые девушки на этом общении почувствовали себя виноватыми в том, что переступили границу дозволенного в отношении юношей. Хочу напомнить вам, что у нас есть Бог, который может прощать и исцелять. Обратитесь к Нему за прощением и силой для святой жизни. Разрешите Ему работать в вашем сердце. Учитесь дисциплинировать себя и не ходите больше тем путем, которым шли до сих пор. Учитесь на своих ошибках и даже если все изменится не сразу, сохраняйте в своем сердце твердое желание держаться от незаконных мыслей и чувств на известной дистанции. Продолжение следует...